ВИВАТ БАЯН Своей виртуозной игрой на баяне он покорил зрителей даже за пределами России. Дружба с музыкальным инструментом, рассказывает артист, началась с детства и стала настолько крепкой, что теперь на всю жизнь. Я просто пришел в музыкальную школу и сказал, что я вот это хочу. Просто тыкнул на этот инструмент. Хотя я рядом ставил рояль. Я мог бы быть, наверное, конкурентом Мацуева. Но я выбрал баян. Поэтому я ему не конкурент, он мне тоже. В мае этого года Сергей Войтенко отметил свое 50-летие. С юбилеем артиста поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Глава региона особо отметил патриотическую позицию артиста Сергей Войтенко. Неоднократно бывал на передовой, где давал концерты для военнослужащих, участников специальной военной операции. И он готов встать в любой момент в один строй с нашими героями-защитниками, благодаря которым мы имеем возможность трудиться, творить здесь, под мирным самарским днем. И знаете, как же это важно и дорого для наших земляков, для наших героев, когда они чувствуют, что здесь, на самарской земле. О них не забывают ни на минуту. Спасибо вам огромное за то, что по многому благодаря вам баян вновь становится очень популярным музыкальным инструментом. И сотни ребятишек, которые впервые берут этот инструмент в руки, наверняка очень хотят быть похожи на вас. За труд на благо города и региона Елена Лапушкина выручила Сергею Войтенко почетную грамоту главы городского округа Самара и нагрудный знак. Артиста поздравили, поклонники, друзья и коллеги. Я пять лет работал переводчиком международного фестиваля «Виват Баян», бок о бок Сергеем Войтенко с его командой. Мой cher Сергей, я te souhaite la plus joyeuse de tous tes anniversaires, de toutes les années, qui ont suivi ton tannessans. На сцене Самарской филармонии певец исполнил любимые всеми хиты «Мы с тобой одной крови, просто надо любить, не гони коней». Песни музыканты объединяют людей разного возраста и национальности, учат добро, помогают жить и воспитывают любовь к родине. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Константин Головин. События.